Здравствуйте, дорогие друзья! Христианская радиостанция «Голос надежды» начинает свою работу в эфире. Сейчас мы приглашаем к приемникам наших самых маленьких радиослушателей. Дорогие ребята, для вас звучит программа из рубрики «Детская страничка». Молилась она и просила, что Господь послал ей сына. Милость Бог свою явил, и родился Самуил. Подрос сынок и Самуила, она Богу посвятила. Милость Бог свою явил, жил при храме Самуил. И Самуилу Бог явился, Самуилу Бог открылся. Он любовь свою явил, стал пророком Самуил. Он любовь свою явил, стал пророком Самуил. Удивительные чудеса Иисуса Наступило ясное и холодное зимнее утро. Ночная метель превратила окрестность дома профессора Эпплби в чудесную белую страну с причудливыми сугробами и искрящимся снежным покрывалом. Аромат свежеиспеченного пшеничного хлеба и проникшие сквозь окно солнечные лучи разбудили спящего на кухне Джейсона. Стейси проснулась и растерянно смотрела по сторонам, не понимая, где она. Но вот она увидела сидящую у камина и зевающую Марию и все встала на свои места. Вспомнила. Доброе утро. С улыбкой сказала она, обращаясь к Марии. Доброе утро. Приветливо поздоровалась с ней Мария. Обе они встали и направились по коридору на кухню. Привет-привет. Поздоровался профессор Эпплби с девочками, увидев их у двери. Завтрак почти готов. Если вам удастся выбить Джейсона из его крепости, то я накрою стол. Между стульями показалась непричесанная мальчишечья голова. Вылезаю, вылезаю. Как вкусно пахнет. Что у нас на завтрак? У нас будет овсянка, тосты, яблочное повидло и грейпфрут. Устраивает? Дети кивнули в знак того, что одобряют меню. Идите умойте свои заспанные лица, и мы приступим к завтраку. Когда ребята вернулись на кухню, профессор Эпплби нисколько не удивился, увидев, что Мария держит магнитофон в одной руке и большую стопку кассет в другой. Как только все устроились за столом, прозвучала благодарственная молитва профессора. Одновременно с завтраком начался и новый рассказ. В селении Капернаум на берегу Генесарецкого озера занималась лиловая заря субботнего дня. Иисус любил это место. В перерывах между путешествиями Он возвращался сюда как домой, ведь жители Назарета, его родного города, не приняли Христа. В это ясное субботнее утро Он, как обычно, рано встал и долго разговаривал с Богом. Затем, разбудив Петра, Андрея, Иакова и Анна, Он предложил им выйти пораньше, чтобы дойти до синагоги не по обычной дороге, а вдоль каменистого берега озера. Ученики с радостью согласились. Хотя Капернаум и был их родным городом, они не уставали наблюдать за тем, как лодки покачиваются на водной глади озера. Им нравились уютные домики из темного камня, стоявшие у подножья холмов. Цапля, летящая высоко в небе, и маленькая серая утка, скользящая по воде со своими утятами, все умиляло их взор. Гармонию природы и спокойный уклад деревенской жизни нарушало одно — таможня Ирода. Здесь посаженные Римом люди следили за всеми, кто жил в этом городке, гостил у своих друзей или был здесь проездом. Они проверяли все товары, как ввозимые, так и вывозимые из города. Затем чиновники облагали товары большим налогом, обкрадывая и без того бедных людей, которым всего-навсего нужно было проехать через этот район. Иисус понимал невзгоды бедняков и их негодование на римлян. Но Он пришел на землю для того, чтобы дать людям надежду. Он учил людей доверять Богу, способному позаботиться об их нуждах и приготовить их для жизни в Его Царстве, где будут царить любовь и справедливость. Он вздохнул, подумав обо всех бедах на земле, виновником которых был, без сомнения, сатана. Христос со Своими учениками приближался к синагоге. Люди возле озера заметили Иисуса, и вскоре все жители знали, что Великий Целитель снова посетил их город. Известие это вызвало явный восторг. Всеобщее оживление было вполне понятным. Все знали, что Иисус превратил воду и вино и выгнал жульничающих миновщиков из храма. Среди бела дня Он до краев наполнил лодки рыбой, и Он даже исцелил умиравшего мальчика из их родного селения. Во время служения в синагоге Иисуса попросили прочитать собранию Писания. Не каждому выпадала честь разворачивать и читать священные свитки. Тишина наполнила синагогу, когда Иисус вышел вперед. Когда Он повернулся лицом к людям, луч солнечного света упал на Его доброе лицо. Все присутствующие вытянули голову вперед, чтобы услышать из Его уст Писания и комментарий. Людьми двигал неподдельный интерес к Иисусу. Но были и те, кто прислушивался к словам молодого учителя лишь для того, чтобы потом покритиковать их. Когда же Иисус прочел отрывок из Писания и начал Его объяснять, они забыли о критике. Никогда прежде они не слышали ничего подобного. Этот Иисус из Назарета не цитировал почтенных раввинов. Он не обсуждал чужих мнений и споров. Вместо этого Он говорил «Я говорю вам» или «Истину говорю вам». Он говорил так, будто Сам был высшим авторитетом. Люди ловили каждое Его слово. Просто и уверенно Иисус объяснял им Писание. Древние строки в Его толковании становились необыкновенно понятными. Он говорил без малейшего колебания, без тени сомнения или смущения. Иисус говорил так, как если бы это говорил Сам Бог. Он напомнил присутствующим о Божьей любви, призвал не терять надежды и веры в Бога Израиля, который может решить их проблемы и избавить от греха. Вдруг раздался пронзительный крик, сотрясший воздух и нарушившийся общий покой. В страхе люди повернулись, чтобы узнать, в чем дело. В дверном проеме они увидели юношу, который едва стоял на ногах. Его била дрожь. Он злобно смотрел на Сына Божьего. Это был взгляд сумасшедшего человека. У людей от удивления перехватило дыхание. Они много раз видели этого юношу, но никогда он не был таким, как сейчас. Нельзя сказать, что раньше он производил впечатление порядочного человека, но и безумным он не казался. Да, большинство знало его как человека злого, погрязшего в грехах. Но до этого случая ему удавалось как-то сдерживаться. Теперь же стало очевидно, что он одержим нечистым духом. Его лицо было перекошено злой ухмылкой. Человек, пошатываясь, подошел к Иисусу. «Какое тебе дело до нас, Иисус из Назарета!» прокричал он. «Ты пришел погубить нас? Я знаю, кто ты, Святой Божий!» Иисус знал, с кем столкнулся. Злой дух, один из тех, кого он давным-давно изгнал с неба, не хотел отпускать этого человека. Йоноша не раз пытался освободиться от сатаны, но одному ему это было не под силу. Иисус также не нуждался в том, чтобы дьявол провозглашал его святым Божьим. Такое заявление могло только помешать его служению и расстроить все планы. В этот момент глаза Христа сверкнули необыкновенным светом, говорящим о его силе и святости. «Замолчи!» — властным голосом приказал он злому духу. «И выйди из него!» Раздался леденящий кровь в рев. Казалось, что он исходил из внутренностей этого человека. Его лицо исказилось, словно от невыносимой боли, и невидимая сила бросила его на землю. Сначала его тело дергалось, но вот судороги отпустили его, и все присутствующие услышали странный хрип, а затем хныканье. Лицо юноши преобразилось в лицо спящего ребенка. На нем не было ни малейшего следа былой одержимости. Он встал на ноги и обвел взглядом окружающих. Это был взгляд человека со здравым рассудком. С особой любовью и благодарностью он посмотрел на того, кто освободил его от сатаны. Стояла такая тишина, как если бы все разом потеряли дар речи. Люди были в оцепенении из-за чуда, происшедшего на их глазах. Выйдя из оцепенения, они заговорили. Все сразу. «Что это было?» спрашивали они друг у друга. «Этот Иисус учит не так, как остальные учителя. Вы когда-нибудь видели такую власть и силу?» «Неслыханно! Он приказывает злым духам, и они повинуются ему». Молва об этом чуде распространилась по всей Галилее. Религиозные вожди приходили в бешенство, когда слышали об этом случае, отказываясь признавать божественную силу Иисуса. Не раз они пытались с помощью различных таинственных ритуалов изгонять злых духов из людей. Но тщетно, Иисус лишь приказал злому духу уйти, и тот был вынужден подчиниться. После чуда в синагоге люди еще больше толпились вокруг Иисуса. Некоторыми, конечно, двигало любопытство, но большинство из них искренне хотели освободиться от греха. «Если Он смог изгнать злого духа, то наверняка поможет и мне», — размышляли они. И Христос не разочаровал их. Он помог каждому, кто просил Его об этом. Он продолжает это делать и всегда будет так поступать. Вот это да! Вот это чудеса! Посмотрим, что ты скажешь после следующей истории. На крыше явно происходило что-то странное. Сначала люди услышали наверху утопот, затем какое-то шуршание и, наконец, грохот. Прислушавшись, можно было различить мужские голоса. Все уставились в потолок. Людей в доме было столько, что мышь не проскользнула бы. Люди толпились у двери, закрывая друг другу вид. Но на это мало кто обращал внимания, ведь все пришли послушать Иисуса. Он стоял в центре комнаты, окруженный плотным кольцом слушателей. Но вот его голос затих, и он с не меньшим любопытством смотрел на потолок. Всеобщему изумлению не было предела, когда сверху посыпались ветви, прутья и комки глины. Еще через несколько минут люди увидели над своими головами щель и пробивающийся сквозь нее дневной свет. В просвете появилось бородатое мужское лицо и сразу исчезло. «Что происходит?» — возмутился Петр. «Я только недавно уложил новый тростник и глину на эту крышу. Теперь же кто-то бесцеремонно ломает ее». Пока Петр говорил, у него над головой исчез еще один кусок крыши. Глина посыпалась в комнату. Все продолжали смотреть вверх, ожидая развязки. На лице Иисуса появилась улыбка. «Терпение, Петр, терпение!» — сказал он ему шепотом. Ученик нахмурился, его лицо побагровело. Он сдерживался только из уважения к учителю. Не будь его, Петр быстро бы навел порядок. В крыше зияла огромная дыра. Сквозь нее на собравшихся людей пристально смотрели четверо бородатых мужчин. Петр больше не мог молчать. «Вы что себе позволяете?» — рявкнул он. «Вам что, мало двери?» «Мало!» — улыбнулись они. И никто не успел даже глазом моргнуть, как внизу оказался лежащий на носилках человек, спущенный на веревках через отверстие в крыше. В доме раздались удивленные возгласы. Все сразу стало понятно. Мужчины, отчаявшись пробиться через дверь, разобрали крышу и спустили внутрь на носилках своего парализованного друга. Его ноги выглядели дряхлыми и безжизненными. Щеки впали, глаза ввалились, на коже отчетливо винились пролежни. По всей видимости, он хотел встретиться с Иисусом и дал знать об этом своим друзьям. Они пообещали ему помочь, но, пройдя с ним долгий путь, обнаружили, что дом, в котором находится Иисус, забит до отказа. Но это не остановило их. Они взобрались на крышу, разобрали ее и спустили своего несчастного друга вниз, прямо туда, где стоял Иисус. Все ждали, как же поступит Учитель. Иисус пристально посмотрел на парализованного человека. И если остальные видели страдальца, нуждающегося в физическом исцелении, Иисус видел перед собой грешника, нуждающегося в исцелении духовном. Много лет этот человек жил, ни в чем себя не отказывая. Он не задумывался о Боге или о том, к чему приведет его разгульная жизнь. Он отзадумался об этом лишь тогда, когда на долгие годы оказался прикованным в постели. Теперь он сожалел о своих грехах и отчаянно желал прощения. Иисус улыбнулся ему и обвел взглядом притихшую толпу. Он любил каждого из присутствующих, но не все любили его. Некоторые фарисеи и книжники, знатоки Моисеева закона, пришли сюда лишь за тем, чтобы уловить Иисуса в каком-либо нарушении и помешать его работе. И теперь они буквально впились глазами в Иисуса, предвкушая свою победу. Иисус обернулся к больному, лежащему на циновке. Наряду со страданием Спаситель увидел его глазах затаившуюся надежду. Вот что он прочитал во взгляде этого человека. Могу ли я быть прощен за свою порочную жизнь? Я знаю, ты можешь исцелить Мое тело, но можешь ли ты исцелить от греха и вины Мою душу? Нежно Иисус сказал ему, «Друг, твои грехи прощены». Надо было видеть выражение лиц фарисеев в этот момент. Их возмущению не было предела. «Какое богохульство!» Думали они. «Только Бог может прощать грехи!» «Как смеет этот человек, жалкий плотник из Назарета, говорить, что он прощает грехи!» Словно узнав их мысли, Иисус перевел свой взгляд на религиозных вождей. «Почему вы так думаете?» спросил он их, и напыщенные фарисеи почувствовали дрожь в коленах. «Неужели он читает мысли?» недоумевали они. Но Иисус не дал им опомниться. «Что легче?» спросил он. «Сказать, твои грехи прощены?» «Или встань и иди!» «Но для того, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», В этот момент он обратился к парализованному. «Говорю тебе, встань! Возьми циновку и иди домой!» Слова Христа звучали так убедительно, что больной сразу же поверил им. Теперь он твердо знал, что его грехи прощены, и тело исцелено. Он вскочил на ноги, почувствовал в них былую силу. Его лицо сияло здоровьем, глаза блестели ликованием и благодарностью. Увидев чудо, фарисеи и книжники почувствовали себя побежденными и молча негодовали. У них не было ответа на вопрос Иисуса, ведь они не могли прощать грехи. И они также не могли никого исцелить. Разные мысли роились в их головах. Они были убеждены в том, что только Бог может прощать грехи. В этом они были абсолютно правы, но их ущемленная гордость не позволяла им признать тот факт, что исцеливший парализованного является Богом. «Он богохульствует!» злобно выкрикнул один фарисей. «Конечно же, богохульствует!» согласился другой. «Но как тогда нам расценивать исцеление, которое мы видели своими глазами?» Они начали спорить друг с другом, а Иисус лишь дивился их упрямству. Он очень хотел, чтобы и они приняли Его любовь, как сделал это исцеленный им человек. Пробираясь к двери, он во весь голос славил Бога и с радостью приветствовал всех людей. Повинуясь словам Христа, он направился домой, сам, без чьей-либо помощи. Четверо Его друзей также спустились через разобранную крышу. Иисус улыбкой встретил их. Они были верными друзьями и не сомневались в силе Иисуса в отличие от религиозных лидеров. Плечистый Петр стоял неподвижно и чему-то улыбался. Люди, хотевшие выйти из дома, были вынуждены обходить Его, убедившись в том, что не так уж просто сдвинуть с места этого здоровяка. С каждым днем, проведенным с Иисусом, Он все больше привязывался к Учителю, не перестававшему Его удивлять. Только что Петр стал свидетелем еще одного чуда. Но как хороший хозяин, он вспомнил и о крыше. «А кто будет чинить крышу?» громко спросил он. Как он не старался, ему не удалось скрыть свою улыбку. И, конечно же, никто не испугался. «Мы все поможем!» хором ответили мужчины и дружно взялись за починку крыши. Я люблю субботний день, субботний день, субботний день. Я люблю субботний день, люблю субботний день. Слушаю я о Христе, Слушаю я о Христе, люблю субботний день. Я хочу послушным быть, послушным быть, послушным быть. Я хочу послушным быть, люблю субботний день. Счастлив я в субботний день, в субботний день, в субботний день. Счастлив я в субботний день, люблю субботний день. А теперь несколько слов для ваших родителей. Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки, приглашаем ваших детей и внуков стать нашими учениками и прикоснуться к великим истинам Библии. Условия обучения подробно описаны в первом уроке. Ребята будут заниматься по мере своих возможностей, их никто не будет торопить. По окончании обучения вместе с дипломом наши юные выпускники получат прекрасно оформленную детскую Библию. Итак, ждем ваших детей и внуков в нашей заочной библейской школе «Небесный лучик». Чтобы приступить к занятиям, достаточно прислать заявку по адресу 127 473 Москва, Абоневский ящик 3, христианская радиостанция «Голос надежды». Посетите также и наш сайт в интернете. Его адрес – www.golosnadежды.ru Ждем ваши письма. До свидания. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok